Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Дорогие друзья, братья и сестры, вашему вниманию хочу предложить запись моего свидетельства. Я много где свидетельствую, много где делюсь Словом Божьим в разных церквях, в разных конфессиях, динаминациях. Наверное, больше или меньше, но в десятках, сотни, наверное, уже даже разных течений христианских посетил я за эти годы. И, будучи реформатором, за этих вот, ну, уже больше 20 лет уже несу служение реформаторское такое, евангельское, православное служение. А вообще уже, да, в целом 30 лет уже в служении, таком, как говорят, полном служении или полного времени служения. В разных конфессиях есть разные термины, обозначающие вот это, как бы, положение служителя, когда он трудится уже, как говорится, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В полное время и уже ничем другим уже не занимается. Да, вот, я художник сам по своей специальности доцерковной. Я до 88-го года, я себя мыслил, ну, до конца 87-го, точнее, мыслил себя только лишь художником. И свою карьеру будущую я видел только лишь в этом, и через искусство, через живопись, рисунок. Я хотел славить Бога, говорить о нем, тем более, что напрямую о нем открыто. Тогда в Советском Союзе о нем не говорилось нигде, никак. И поэтому, вот, для меня это было, как бы, это было средство вообще достижения людей, будем так говорить, средство раскрытия того, что есть в моем сердце и о чем я жил, во что я верю. Вот так, выражение самого себя, будем так говорить, красками. Да, умозрение в красках есть такое выражение интересное. Вот, и вот в 87-88 годы я начал церковное свое служение в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Тогда трудился я первых 10 лет, потрудился в этой юрисдикции, православной канонической юрисдикции. Сейчас я являюсь архиепископом неканонической, или как, второканонической, как называют еще, или альтернативной такой еще. Есть такой термин, сейчас, тоже интересный, мне нравится, православной церкви, которую мы с 2012 года уже именуем как реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Это уже наше такое неформальное такое братство, объединение такое, знаете ли, которое я по милости Господней возглавляю. Вот с самого 2012 года. Вот, и, ну а то свидетельство, которое я хочу вашему вниманию предложить, сейчас представить, просто много пришло всяких пожеланий, писем, отзывов. Вот, это мое свидетельство в Риге, 10 лет тому назад. Вот, сейчас 2018 год, значит, а то было в 2008 году. Вот, я в Риге был лишь раз. Пока, на сегодняшний день, один лишь раз был в этом прекрасном городе. Мой отец родом из Риги, вот, и по отцу, моя семья, они вот оттуда, с Риги. И, ну, потом они переехали в Поволжье, вот, и я уже родился в Поволжье. Вот, и, ну, отец мой до самой смерти, он, знаете ли, сохранял такие трепетные, какие-то особые воспоминания об этом городе. И он мало рассказывал, но, знаете ли, как он рассказывал, надо было слышать. Пусть это было немногое, но так как оно, как оно было сказано, я помню, с детства, с раннего детства, я как-то, это слово слыша, Рига, в устах отца, я как-то, ну, мне что-то, знаете, такое хорошее касалось, что-то такое приятное такое, вот, передавалось, наверное. Вот, отец мой был хорошим рассказчиком, вообще-то. Вот, и, знаете, поэтому о Риге я так специально особенно не думал об этом городе, не молился. Но иногда, от случая к случаю, вот так вот, когда приходило особое такое вдохновение, вот я перед Богом вспоминал об этом городе, молился. Вот, и в этом городе много прекрасных церквей христианских, разных конфессий, много очень верующих. Я благодарю Бога за издание и труды Рижской и Гребенщиковской общины, Поморской и Старобрядческой. Они мне тоже очень сильно помогли в свое время, изучая историю христианства, в частности, христианство на Руси. Я брал разные материалы православных, в том числе, вот, и Старобрядцев, в том числе и Поморцев, и вот, Рижской и Гребенщиковской общины. Издание. Тоже я опять о Риге, как бы тогда, знаете ли, вспоминал, добрым, теплым словом, таким пред Богом. Но особенным откровением для меня стало знакомство с церковью нового поколения, пастора Алексея Ледяев. Для меня это стало особенным переживанием, и это было здесь, в Киеве. И первое соприкосновение с этим помазанником Божьим, мужем Божьим, я очень рад, что наши пути, пусть не часто, но пересекаются в жизни. Слава Богу за пастора Алексея, этого героя веры, апостола наших дней. Знаете ли, это, ну, в русскоязычном мире, скажу так, с ним, ну, фактически некого даже и поставить близко вообще. Вот, ну, по значимости, вот я имею в виду, не в обиду никому будет сказано. Вот, я уважаю многих и харизматов, и писятников, баптистов, значит, адвентистов. Много прекрасных проповедников русскоязычных, особенно сейчас, слава Богу, по милости Господней, да. Но, все же, скажу так, с пастором Алексеем Ледяевым, вот, действительно, это как вот, если брать искусство, да, то это доминанта, это не акцент, это действительно доминанта в христианстве, в христианском мире русскоязычном, я имею в виду. Вот, и вот я соприкоснулся с этой личностью великой, значит, здесь, в Киеве, на одной из конференций, а потом на многих других конференциях, которые проходили здесь в 1998 году, кстати, да, 20 лет назад. Интересно, да, первое знакомство, получается, было 20 лет назад, вот, а посещение Риги было 10 лет назад, да, интересно, да. Да, потому что в 1998, да, на самом деле, мы впервые встретились на конференции «Слово веры» тогда, здесь, она проходила в Киеве, кинотеатр «Киевская Русь» на Лукьяновке. Сейчас, не знаю, рабочий, не рабочий кинотеатр, но тогда там собирались разные, там, и собрания, и церкви, и в том числе, вот, конференции «Слово веры». Там был Игорь Касаван, кто-то еще приезжал, я не помню, много очень интересных таких братьев приезжало, с кем я так тогда познакомился, вот, по крайней мере, вот, лицезрел, так вот, Юрий Беевец, Черкас, там, значит, там, вот, много других пасторей, пастор Генри Мадамы, мне много очень кто запомнился тогда, знаете ли, но, конечно, пастор Алексей Ледяев для меня стал, вот, просто, ну, родным, и скажу так, я просто, вот, влюбился как в брата такого возлюбленного, знаете ли, и с тех пор я вот, да, все эти 20 лет я в молитве его часто добрым словом вспоминаю, благодарю Бога за него, за его семью, вот, а 10 лет назад я впервые побывал на служении в Риге в самой, ну, я, в общем-то, ездил в Варшаву, я был там, в Варшаве, Штиглиц, как-то так церковь называется, да, я там проповедовал, проводил семинары, где-то неделю я, наверное, был там в Варшаве, вот, и, значит, я проводил там служение в церкви, и на варшавском радио, значит, там, конечно, с переводчиками везде, потому что я по-польски так, только пан из милуща над нами, как бы я какие-то песни там на польском мог спеть, но, вот, переводчики переводили меня, и пастор Степан, и там другие братья переводили, слава Богу. За поездку туда в Варшаву, в Польшу, вот, но, тоже один раз только был в Варшаве, в Польше один раз был, вот, но, все это время, так же вспоминаю, добрым словом, и польский народ, и Польшу, и Варшаву саму, вот, в молитве пред Богом за этот город, так же часто я, вот, и, а вот после Варшавы, проездом, приехал я в Ригу, вот, и остался на земле, целую неделю в Риге, знаете ли, потому что я, как бы, не мог там одним днем, на самом деле, я попал в дружеские объятия пастора Алексея, вот, и неделю гостил у него там, и, конечно, я был еще больше, вот, действительно, вот, очарован его личностью, творческой личностью, и впечатлен, вот, его служением. Знаете ли, в простоте, в такой евангельской простоте человек живет и трудится, и мудрость Бог дал ему, вот, и особое, особое служение, которое, знаете ли, ну, это не передать все. Я, значит, проповедь свою воскресную там, в Риге выставлял, и вот я смотрю уже, больше 15 тысяч просмотров, да, и много отзывов, ну, правда, всякие отзывы, да, ну, реформаторская деятельность, она такая, знаете ли, она, я ж не киевский торт, что всем нравится, знаете ли, я, конечно, кому-то там поперек горла, значит, вообще, если брать религиозные, мафиозные, коррумпированные структуры, там, неважно, каких там юрисдикций, конфессий, там все, то, конечно, там уже на меня как на врага народа смотрят, знаете ли, вот так вот, вот, проклинают, обзывают всячески, ну, врагов благоставляю, некоторых приходится, правда, удалять и даже в черный список заносить, ну, увы, но я отдельно молюсь за черный список, молюсь, это особенно такие любимые мои люди, вот, я верю, что они будут в самом белом, светлом небесном списке у Господа книги жизни, вот, это очень важно, вот, и много друзей, много, так, неожиданных таких тоже друзей с разной конфессией, там вдруг появляются, вот, после просмотров этих программ пишут мне на e-mail письма, вот, там комментарии такие добрые порой оставляют, это очень, так, трогательно и хорошо, я думаю, слава Богу, и, и по просьбам, как говорится, трудящихся, вот, многочисленным уже просьбам, десятилетней давности, но выставляю сейчас, вот, свое свидетельство, там, в Риге, я много где свидетельствую, я вначале говорил уже, да, в Сакраменто, мое свидетельство, тоже, там, смотрю по просмотрам, побило рекорды, вот, в других некоторых городах тоже свидетельствовал, но рижское свидетельство, все-таки, хочу отдельно выставить, я не знаю, почему, тогда, вот, 10 лет назад я его и не выставил почему-то, вот, в отдельных файлах оно есть, там, 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 вот, значит, нарезка такая, вот, а вот, как бы, вот так вот вместе не собрано, не знаю, почему, ну, наверное, вот, всему свое время, вот, через 10 лет пришло время все это собрать воедино и выставить, поэтому, вашему вниманию представляю, вот, это свидетельство, эту проповедь, вот, за 10 лет много что уже, как бы, изменилось, вот, и я, и пастор Алексей, мы уже стали постарше, вот, надеюсь, что, вот, сейчас, 10 лет спустя, я вновь вскоре побываю в Риге, очень люблю Ригу, вот, я уже говорил, да, и вот, паки-паки, снова и снова говорю о том, что очень люблю Ригу, Латвию, особенно, когда, вот, за эти годы, за 10 лет много что изменилось, вот, говорю, моя семья тоже изменилась, и мой отец ушел в вечность, и мама, и брат, и тяжело терять, и родных, близких хранить, и мой отец, он, уходя, он примирился с Богом, он обращался к Богу, и тоже вспоминал Ригу, как ни странно, хотя он, ну, что там в Риге был, еще пацаном, еще совсем, еще, вот, но, вот, через всю жизнь пронес любовь к этому городу, вот, и я люблю вас, благоставляю вас, во имя Иисуса Христа, благоставляю пастора Алексея, всех рижских святых, разной конфессии, динаминации, а наипаче, церкви новое поколение, вы очень дороги моему сердцу, любимы мне, мною, и дороги мне, как и христианину, и как служителю, вы протестанты, я православный, но во Христе Иисусе нет никаких этих барьеров, и я благодарю Богу, что такие люди, как пастор Алексей Ледяев, это действительно люди, люди не сектантского мышления, которые, знаете ли, не свое, свое болото хвалят, нет, которые не на себя дело тянут, а действительно мыслят вселенски, мыслят глобально, мыслят действительно о том, что церковь, она едина, она одна, и мы в символе веры никейском исповедуем, на каждой литургии ведь мы исповедуем, говорим, или поем даже, провозглашаем, что вы единую святую соборную апостольскую церковь, но, к сожалению, знаете ли, очень часто у нас в православии такое сектантское мышление, особенно, чего греха таить, особенно среди нашего брата, священнослужителя, среди епископов, священников, диаконов, монахов, монахинь, очень часто, к сожалению, встречаю именно такое сектантское мышление, когда, знаете ли, узколобое такое сектантское, примитивное такое, неандертальское какое-то мышление, что вот, мол, только мы, как говорил кто-то, не помню, Борисов, что ли, Александр-то, протерий московский, неандертальца духа, по-моему, он говорил, я не помню, кто-то из наших обновленцев-то, русских, вот, значит, и, и, знаете ли, сектантство в чем выражается, когда человек только свое считает правильным, только вот наша конфессия, наша динаминация, или наша церковь, там, наша юрисдикция самая правильная, наисправнейших, то есть, как будто бы можно приватизировать царство невестное, знаете ли, спасение, как будто можно так вот, Бога за бороду схватить, как бы, да, значит, и Духа Святого в карман к себе положить, или как джина в кувшин, в лампу, знаете ли, о своей конфессии, там, и манипуляциями религиозными вызывать, как бы, значит, и, значит, манипулировать им, все это настолько бредовые, вот эти вот идеи, еще с Византии тянется, тянется это проклятие древнее, но я верю, что в православие оно скоро иссякнет и прекратится во имя Иисуса Христа, для того я и работаю, потому как в 96-м году я по идейным соображениям вышел из традиционной русской православной церкви Московского приорхата, именно поэтому, потому что одна из причин главнейшая была именно в этом, что я больше не мог жить в сектанстве, я просто органично, я уже, у меня как бы аллергия началась против сектанства, я не мог мыслить уже, что только лишь у нас спасение, у нас благодать, у нас Бог, какой вообще настолько детский сад, примитивизм такой, знаете ли, ужаснейший, и выход, я знаю, лишь есть в Боге, в Его любви, в Иисусе Христе, и все эти 20 лет я, уже больше, чем 20 лет даже, служение, такого реформаторского, евангельского, православного служения, я указываю людям на избавление, на Иисуса Христа, и что неважно, в какую церковь будем ходить мы, какое собрание посещать, как мы будем креститься, так или сяк, или никак вообще, какая разница, что на нас, кресты, по ноге, рясы, что там, пиджаки, что, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, вот в чем, действительно-то, вопрос всех вопросов, кто ты, кто в тебе, вот, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа, пребудет со всеми нами, аминь, из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, приветствую всех, и благоставляю именем Господнем, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, вот, и, ну, как, напоследок, вот, перед просмотром, вас благоставляю священническим благоставением, да благоставит тебя Господь, и сохранит тебя, да призвит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя.